12 декабря 2017 года Здесь как-то сделала я ролик для женщин Но может быть он не совсем понравился моим женщинам Потому что вроде восторгов было много А благодарности никакой Я удивилась конечно Я удивилась почему никто не поблагодарил за этот ролик А мужчины они как-то по-другому Они вот понравился им ролик Они присылали благодарность и написали за ролик о мужчинах Это же так легко и просто Мне хотелось бы конечно и для женщин делать еще Еще интересные ролики Но почему-то женщины никак не отреагировали 5 евро присылать Неужели так вы все бедны Девочки мои Чтобы присылать 5 евро за ролик Просто благодарность Сегодня я хочу поговорить о другом Тема, которая О женщинах и мужчинах Она конечно такая тема психологическая И она всегда многогранная Потому что сегодня у нас одни отношения Завтра мораль в обществе поменялась И отношения между мужчинами и женщинами Стали совершенно иными И здесь обменяются конечно Вот понимаете конфигурации Разкладки сил между мужчиной и женщиной И как это все взаимодействует Но в данном случае я хочу сказать о том Что зачастую мужчина Женять на девушке Мужчину оболванить то легко на самом деле И действительно легко Женщины же они более гибкие Более хитрые Они правда мало думают О последствиях иногда Своих приворотов Неких наговоров Там скажем Гаданий или еще что-нибудь Они мало думают об этом Это все имеет большое Большие последствия И иногда вот у мужчины есть судьба Есть судьба у мужчины И он с такими высокими Претензиями к жизни Он идет по ней Шагая смело и твердо И вдруг появляется женщина Женщина, которая Вроде бы и нравится Но вроде бы и не очень А женщина делает все для того Чтобы его женить на себе И много таких женщин Они не любят Им нужно богатство Да ведь там может быть и богатства Это нет никакого У меня вот сейчас Некоторые мужчины пишут Ну у меня-то и ничего вроде нет Никакого богатства Ну как же нет богатства Ты живешь за границей Ты живешь не в России Ты живешь Скажем В других условиях А женщина из России Хочет конечно Выехать к тебе Ну а если это Женщина скажем Которая Я с тобой в одной стране Я с тобой в одной стране уже живет Да Есть у меня такие парни Которые пишут То это же тоже ничего не значит Может быть у нее Не совсем все в порядке С видом на жительство И поэтому Они делают вид Влюбленности И парням действительно Хочется влюбленности Почему? Потому что они помнят То чувство материнское От которого они оторвались И больше никуда они не пришли То есть хочется Вот знаете Как кораблю Пристать к какому-то берегу И вот он ищет Ищет тот самый берег К которому Можно будет пристать А кораблю Вернувшись из большого плавания То есть он ищет домашний очаг Тот очаг Который напоминает ему Домашний Материнский очаг Но вот не всегда это получается Конечно Когда парень Просто влюбляется А чертя голову Иногда кидается Как в пекло К чертям Вот в этот самый брак А это очень частое явление Я почему это обобщаю И говорю Что это частое явление Только потому что Очень много Несчастливых браков Так вот Если это частое явление То как оно действует Я вам расскажу Действует оно так Что парень В таком браке Имея вот крылья Которые ему дала мать Которые он принес Из своей семьи Эти крылья вдруг Обрезаются Обрезаются вот этой вот Семьей Тем самым берегом К которому он пристал И этот берег Его всячески Начинает пинать Туда-сюда Та это Тот И другое Во всяком случае У парня В связи с тем Что он пристал Не к тому берегу Ну вот скажем У парня Много амбиции Он хочет куда-то Тянется Куда-то ему хочется Вверх У него большие Планы на жизнь И вдруг он пристает К берегу Такое Чумоченному Такое Знаете Никакому То есть Невеста Намного уровней Ниже Его А когда Невеста Намного уровней Ниже его То соответственно И планы на жизнь То небольшие Они мелкие И здесь вдруг Вместо Высоких полетов Парень Снижается 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 И практически Ничего от него Не остается То есть Вот все те мечты Которые были у него Когда-то Они исчезают И он становится Маленьким Серым Никчемным Клерк Не знаю кто Еще может быть Клерк Это вот такое Знаете Распространенное Название Когда мы говорим О серости Вот он будет Таким серым Клерком Я к тому что Видите Наши браки Очень часто Влияют на нас На поднятие Наших сил И вместо того Чтобы подняться Вот этот вот Довольно таки Способный парень Вдруг Снижается Уровень его С каждым годом Падает И падает И он достигает Иногда Уже такой Точки Невозврата Из которой Он больше Никогда Не вернется Назад То есть Он не встанет Не взлетит Это совершенно точно И вот здесь Нужно понимать К каким Вы обращаетесь Берегам Чтобы так Испохабить Свою жизнь Возьмите Олигархов Они все Кланово Женились У них у всех Клановые Жены Не просто Так А именно Клановые Жены И вот Когда они Женятся На таких Вот Женщинах Они становятся Отчаянно Богатыми А потом Они уже Берут себе Любовниц Из пастушек А вот Кто берет Пастушку Ну тот Никогда Конечно Богатым Не станет Но это Закон Природы То есть Ты хочешь Вначале Пастушку Или потом И здесь Ты всегда Ответственен За своих детей Помни это Потому что Те дети Которые Придут к тебе Это будут Не те Идеальные дети О которых Ты когда-то Мечтал Не те Которые тебе С неба Уготованы А вот эти Вот От пастушки С сеновала Я Таня Карацуба Сейдбурхан Сейдбурхан